ДТП Здравствуйте! Время новостей на канале Антенна 7. Я Денис Уонос. Смотрите сегодня. Было, но смыло. ДТП очень часто случается именно по этой причине, что не видно разметки. Куда исчезли автомобильные ориентиры? Истории омских флагов? Естественно, что износ проходит. Сколько живет трехцветное полотнище? Крутим педали. Воздух стал более разряженный, легче едется. Какие изменения на велотреке? А также проблемные полисы ОСАГО и ювелирные успехи. Безопасность водителей под угрозой. Разметка на улицах Ватутина и Дмитриева исчезла, хотя нанесли ее только в начале мая. То ли краску смыли дожди, то ли маркировку не видно под слоем дорожной грязи. Ответ городских департаментов искала Алла Аксенова. Улица Ватутина каждый день испытывает железных коней и нервы водителей. Грязная и разбитая дорога стала опаснее, когда с нее исчезла разметка. Водителям остается догадываться, где разделительная полоса и какая она, прерывистая или сплошная. Особенно в темное время суток без разметки, как в слепую ехать. То есть ДТП очень часто случается именно по этой причине, что не видно разметки. Прошлогоднюю разметку дорожные службы обновили в начале мая. По ГОСТу держаться она должна от трех месяцев до года, в зависимости от вида материала и толщины нанесения. Маркировку придумали сто лет назад, чтобы повысить дорожную безопасность. Держаться она должна в любую погоду. Но, по всей видимости, в Омске ядовитые дожди смыли даже недавно нанесенную специальную краску. Специальная краска на дорогах Омска в этом году, как и в прошлых, эмаль-спринтер белорусского производства. На разметку из городского бюджета затратили почти 8,5 миллионов рублей. В департаменте транспорта качество краски считают высоким и утверждают, на улицах Ватутина и Дмитриева маркировка есть. Дожди не могли ее смыть. Наши специалисты проезжали, после вашего звонка смотрели. Улица Дмитриева имеет двойную сплошную линию разметки осевой, которую неудовлетворительно видно из-за пищатых, грунтовых наносов после дождей. Дороги должны чиститься и разметка должна быть видна. Что произошло с разметкой, знают местные водители. Сколько она у нас? Сколько она появилась? Месяц назад появилась. А до этого ее не было. И все поэтому. Асфальт у нас грязный, дороги грязные, да, то есть разметку после дождя, после чего-то ее не видать. Ни разметок, ни дорог? Ни разметок, ни дорог у нас в городе. Вот так. Ну, по сути, все разобралось. Там, вон дальше, прерывистая идет. Здесь сплошная. Мы нарушаем, получается, так выезжаем, но ее не видно. Статья 65 решения Омского горсовета о правилах благоустройства гласит. В летний и весенний-осенний период проезжую часть должны полностью очищать от загрязнений и промывать. Это обязанность управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска. Заместитель директора управления Виктор Базгаль ответил следующее. У нас, как таковой цели очистить именно разметку, конечно же, нет. Наша цель очистить дороги. Резние подметальные машины осуществляют прометание при бордюрной части и разделительной полосы. Тракторные щетки также осуществляют при необходимости разметание осевой части, в том числе и там, где находится разметка. Улица Дмитриева как бы не относится к магистралям. Значит, мы ее очищаем по графику, в частности, сегодня она у нас в графике, насколько я помню, в том числе и в Атутино. Между тем, в ГИБДД ведут статистику аварий, в которых сопутствующими условиями были недостатки в содержании улично-дорожной сети. В том числе, отсутствие или плохая видимость разметки. Таких происшествий в Омске с начала года случилось 228. Это почти 25 процентов, или четвертая часть от общего числа городских аварий. В следующем году предусматривается плановое выделение финансовых средств более чем в два раза выше, чем в текущем году. Порядка 17,5 миллионов, по крайней мере, заложено в проект бюджета на 16-й год. На Омских дорогах следующей весной появится больше маркировки из пластика. Он устойчив к механическому и погодному воздействию. Срок службы около полугода, отметил Вадим Кормилец. Но от грязи пластик не застрахован. Алла Аксенова, Артем Колесников, Александр Филиппов, Антана Сень. Со страховкой нынче вообще беда. Росгострах пытается обжаловать решение суда по выдаче полисов ОСАГО. Напомню, компания не выдавала документ без заключения дополнительных договоров страхования, например, жизни или квартиры. Многие амичи обратились в суд и выиграли дело, так как по закону навязывать дополнительные услуги компания не имеет права. Из-за большого числа жалоб Центробанк уже ограничивал действия лицензии Росгостраха на выдачу полисов. Однако судебные разбирательства на этом не заканчиваются. Сегодня областной суд рассмотрел апелляцию компании с требованием признать свои действия законными. Основание – недостаточное количество доказательств ИСЦА. На удивление, заслушать решение представитель компании Росгостраха не пришел. О его отсутствии никого не предупредили. В руководстве статьями 328 и 329 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации коллегия определила решение Куйбышевского районного суда города Омск от 16 марта 2015 года оставить без извинения апелляционную жалобу без удовлетворения. Рассмотрение дела окончено. Апелляционные жалобы на уже вынесенные решения – заведомо проигрышное дело. В данной ситуации закон против компании. В подобных действиях может быть только одна выгода – затягивание времени по выплате материальной компенсации. И еще о транспорте и дорогах. Карла Маркса ждут перемены. И начнутся они уже завтра. Появится новая горизонтальная разметка. Это станет первым преобразованием схемы дорожного движения около площади Серова. Вскоре там перенастроят светофор. Перекресток Маркса-Серова проблемный. На днях там произошла авария со смертельным исходом. И вот очередное столкновение сегодня. Автомобилистов призывают внимательнее быть на этом участке дороги и обращать внимание на дорожные знаки, сигналы светофора, не новую разметку. С сегодняшнего дня дом 26 по улице 5-я Корная входит в историю города как образцовый. Его жители, вовремя снимая показания со счетчиков электроэнергии и оплачивая квитанции, привлекают к себе внимание. Они платят каких-то 6 рублей по строке УДН. И потому стали объектами изучения журналистов города. Репортаж Евгения Нефанова и Сергея Гаврилова. Вот эта улица, вот этот дом. И старшая Галина Васильевна в центре всеобщего внимания. Все микрофоны и диктофоны направлены на нее. Ведь УДН ей и соседям обходится неимоверно дешево. Максимум это 7 рублей. Тем, кто не верит на слово, Галина Васильевна демонстрирует квитанции. Декабрь 2013 года. Потребление. Обратите внимание, сразу, ровно вдвое, как я вам сказала, 6,94. А оплата, соответственно, уже там по тарифу. Я просто вам привела самый высокий месяц по энергопотреблению. Почему? Потому что декабрь это самый, как вы знаете, длинный, длинная ночь и короткий день. Поэтому, соответственно, лампочки в подъездах горят практически почти 10, даже больше, господи, минус 4. Почти 16-18 часов в сутки. Путь к успеху долгий, а начинается прямо в подъезде. Собственники меняют все счетчики на более современные. Ну вот это наши счетчики. Счетчики у нас энергомера первого класса точности. Потом жители договариваются снимать показания в один день и в один час. И все цифры, как по команде, передавать старшим по подъездам. Вот и сбрасывают в 30-ю квартиру у нас показания приборов учета. Приходит старшая по подъезду, открывает, забирает. Но соседка открывает другую тайну. Все-таки советское правило «Уходя, гаси свет» и сегодня работает. А вообще-то вечером, поздно, люди выключают просто. А на доме появились энергосберегающие лампы. Но главное – это порядок, и за ним обязательно кто-то должен следить. В руках старший по дому архив квитанций за 6 лет. И вот разница. До электроэнергетических перемен платят в районе 20 рублей, после – втрое меньше. В это сложно поверить Борису Афанасьевичу. Он долгожитель красного кирпичного дома, общая площадь которого почти такая же. Да только цифры разные. По-разному что-то плодит. Один месяц вообще не принесли, а в другом месяце по 100 с лишним рублей. Вот такие вот ерунда у нас. И такая ерунда тут всегда. В доме анархия. Организовать людей сложно даже председателю местного КТОСа. В последний раз было, по-моему, человек 8 всего на собрание вышло, где, опять же, никого активного старшего не выбрали. Сами жители проблему свою знают, видят, потому что они не могут организоваться. На самом деле на собрании было очень много жалоб по поводу ОДН, что большие ОДН они платят. А суммы действительно впечатляют. Я держу в руках квитанции февраль 15-го года. Это квитанция за выставляемая квартире двухкомнатной с общей площадью 46, 2 комнаты, количество человек трое. В феврале месяце было предложено начисление к оплате за ОДН 149 рублей 12 копеек. Значит, дальше. Трехкомнатная квартира февраль месяц у нас в этом же доме. Начисление уже за ОДН 217 рублей 10 копеек. Энергетики констатируют, это на порядок больше, но и не рекорд для Омска. Есть суммы, которые, скажем так, прямо зашкаливают, вплоть до 400 рублей по статье ОДН. Поставщики тут отнюдь не в выигрыше. Раз в полгода они обходят дома и сверяют показания на счетчиках с теми, что проставляют жители в квитанциях. И занятия перерасчетами для них лишняя головная боль. Гражданам нужно понять, что если ты живешь не на земле, у нас не у каждого есть такая возможность, а живешь в многоквартирном доме, твоя собственность не заканчивается стенами твоей квартиры. Она заканчивается стенами живого дома. И все, что происходит внутри, это вопросы самоорганизации собственников. И если они этим не займутся, эта проблема не будет решена. И пока собственники смотрят на все безучастно, с ОДН будет неразбериха. Почему так происходит, пытаемся разобраться с обаятельной жительницей Алиной. По-разному работают. Кто-то до шести, кто-то до пяти. И тогда сделали собрание в шесть. Я не смогла выйти. У меня, допустим, ребенок маленький, муж работает. Допоздна в основном все работают. Поэтому, наверное, и не вышли. А если выходные провести собрание? Ну, если выходные, то я думаю, выйдут все-таки. Ну, хотя бы половина точно выйдет. Может быть, попробуете организовать? Попробуем. Так что первый шаг сделан. Алина даже пообещала нам, что возьмет на себя обязанности старший по подъезду, если соседи ей доверят это. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7. О постоянной осадке очень заботят жителей верхних этажей в домах, где проблемы с крышей. О доме 99, корпус 1 по улице Красный Пахарь мы рассказали в эфире на прошлой неделе. Из-за дыр в кровле в третьем подъезде затопило все квартиры с девятого по седьмой этажи. В некоторых жители уже три недели сидят без электроэнергии. После репортажа к собственникам в понедельник приехали специалисты госжилинспекции. Однако ситуация продолжает ухудшаться. У соседей, то есть, получается, ну, как бы, дальше стены потекли, то есть, увеличивший объем кабани. Однокомнатные и двухкомнатные до пятого этажа. Сейчас мы полностью были целиком без света, то есть, электрикожикон, один из них кабель живой нашел. Подключил туда переноску, чтобы хотя бы запитать электроприборы. Масштабы увеличиваются. На луже в квартирах жителей отреагировали в госжилинспекции. Управляющая компания получила предписание, а ее руководитель – административное дело о правонарушении. Возможно, он заплатит штраф. Он составляет от четырех до пяти тысяч рублей. Нами выдано предписание с конечным сроком исполнения 15 июля. Но они либо в конце этой недели, если позволят погодные условия, край в начале следующей недели заходят на этот дом и делают ремонт кровли. Сегодня у администрации города сменили флаги России, области и города. Готовятся к 12 июня. Какова продолжительность жизни флага? Какое время года самое опасное для полотен? И как происходит процесс замены на новый? Смотрите в нашем сюжете. Правильно закрепить флаг Владимир Рыбалка может даже с закрытыми глазами. И это неудивительно, ведь этим делом он занимается уже более 20 лет. Это стало его первой обязанностью, которую он получил, когда пришел работать в администрацию. Тогда флаг был всего один на крыше здания. Позже к нему добавилось еще два полотна и три перед входом в мэрию. Всего сейчас их шесть. Каждая крайне подвержена погодным условиям. Яркое солнце, дождь, снег – все это враги долговечности материала. Естественно, что износ проходит, вот, пожалуйста, ветер, да. Если бы вот в этот момент еще был дождь, значит, считайте, что это бы в два раза быстрее бы он, может быть, за месяц бы разрывается флаг. Зимний-весенний период самый сложный. На полотнах налипает снег, что значительно усугубляет ситуацию. Под его весом флаг разрывается. Менять его на новый приходится каждый месяц. А вот в летний сезон сохранить материал в надлежащем состоянии можно куда дольше. Замена происходит всего один раз. И, кстати, не всегда из-за разрыва. Иногда флаг достаточно просто постирать. Мачта эта, она с нержавейки. А нержавейка, она будет вечно, как графит, будет пачкать. Поэтому их можно постирать. Бывает такая ситуация. Но такая ситуация бывает крайне редко. Чаще всего полотна все же надрываются. А это признак необходимой замены. Обрезать флаг по месту надрыва или подшить нельзя. Согласно требованиям, он должен быть утилизирован. Так за год администрации приходится сменить в среднем около 30 флагов России, области и города. И все это работа Владимира Рыбалка. Механизировать это нельзя никак. Никто не полезет. Без вашей помощи никуда. Да, наверное, все-таки какую-то помощь и оказываю. Владимир Яковлевич Рыбалка признается, что в течение всех 20 с лишним лет слегка волнуется, когда меняет флаги. Это лишь одна из его многочисленных обязанностей по обслуживанию административного здания. Но самая ответственная и почетная. Ксения Тойчкина, Эндрик Кузьмин, Антенна 7. Полотно омского велотрека постепенно приобретает оптимальные скоростные свойства. Становится как бы все более накатистым. С 70 км в час до таких отметок разгонялись ведущие велогонщики России и Казахстана в розыгрыше открытого Кубка России среди спортсменов от 13 до 16 лет. По скорости лучшие амичи и казахстанцы. Высокие результаты наших южных соседей легко объяснимы. В Астане в 2010 году был открыт схожий по параметрам трек. Амичи быстро прогрессируют. И спортсмены, и персонал. Специалисты оптимизировали температурный режим. И это прямо сказалось на результатах. В спринте амичи разгонялись под 60. В мужской парной гонке преследования на 4 км наш дуэт Николай Денисов и Никита Киржайкин догнали своих соперников на середине дистанции. Воздух стал более разряженный, легче едется. Позволило скорость развивать до 52 км в час. В середине сезона для нас это хорошо. Успешно выступили наши девушки. Они завоевали несколько призовых медалей соревнования. Главная звезда турнира спортсменка из Челябинской области Валентина Моловствова. Девушка первенствовала сразу в трех номинациях. В спринте разогналась под 53 км. Настроение очень хорошее, трек замечательный. Организация тоже на высшем уровне. Все очень хорошо, все понравилось. В командном споре Челябинцы третья. Главным соперником амичей несколько неожиданно стала новая команда, совсем недавно вернувшаяся во всероссийские соревнования. Особенностью нынешнего соревнования стало участие спортсменов из Крыма. Южане схода завоевали три медали. Крымчане раскатились в спринте, выиграли бронзовую медаль. А лучшие результаты велогонщики из Симферополя показали в гите на тысячу метров с места. Выиграли золотую и серебряную награды. Главный тренер крымской команды Владислав Голубев отметил высокий уровень организации соревнований. Ребятам понравилось полотно, понравился прием, судейство хорошее было, объективное не было такого ничего. Ничего плохого сказать не могу, только положительные эмоции. Завершат турнир групповые старты. Владимир Истомин, Александр Филиппов, Антенна 7. Мы рассказываем и показываем только самые интересные и важные новости из жизни города. На этом все. Далее рекламная информация. Компания «Росювеллерторг» закрепила успех. Второй раз ее признали лучшим предприятием Омска. 15 лет компания «Росювеллерторг» радует Омичей лучшими коллекциями российских и мировых производителей. В этом году компания в очередной раз стала победителем в конкурсе «Лучшее предприятие года». На городской конкурс подали заявки более 100 предпринимателей. Жюри оценивало не только экономические показатели, но и создание имиджа компании, которая заинтересована в развитии города. Мы второй год подряд участвуем в этом конкурсе и выходим победителями. Но в этом году она особенно важна для нас. Ведь нам 15 лет. Да, это, конечно, признание наших заслуг перед городом, успеха, но и большие обязательства. И мы сделаем все, чтобы наши милые женщины были довольны. Чтобы они улыбались, а мужчины, глядя на них, чувствовали себя состоявшимися и значимыми в этой жизни. Помните, много украшений в шкатулке любящей себя женщины не бывает. «Росювеллерторг» мы всегда с вами. 15 лет. По традиции «Росювеллерторг» провел грандиозный праздник. От салонов обручальных колец «Росювеллерторг» было разыграно более 80 призов. Сертификаты на покупку украшений, свадебного платья, аренду лимузина, заказ видеосъемки, а также бытовую технику. Главный приз стоимостью 40 тысяч рублей. Путевка на базу отдыха «Сказка» выиграли Бауржан и Альбина. Мы, кстати, думали недавно на днях, куда поедем отдохнуть после свадьбы. Ну вот теперь есть куда ехать. Здорово. Следующий розыгрыш от компании «Росювеллерторг» состоится 11 октября. Кольца от «Росювеллерторг» – хорошая примета. Алла Аксенова, Александр Филиппов, Антон Асинь. Что делать, если коварный недуг отравляет жизнь? На помощь приходит физиоаппарат «Алмак-01». Приобретайте «Алмак» в магазинах «Медтехника», «Источник здоровья» и аптеке «ТЦ Омский». Спешите. Скидка на «Алмак» 15%. Коттеджный поселок «Новая Красноярка». Дом с отделкой от 1 720 000 рублей. Телефон 274427. 274427. Летние каникулы с «Континентом». С 6 по 21 июня за покупку детских товаров гарантированный подарок от «Континента». Категория 0+. Продажа квартир-студии в доме на Малиновского 19, а 950 000 рублей. Сдача дома второй квартал 2016 года. Телефон 910-358. КОНТИН. 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 Продолжение следует...